В районе пятой школы восстановлена и пущена в эксплуатацию подкачивающая насосная станция. До сегодняшнего момента были проблемы с подачей воды на этот район нашего города, улица Тимошенко, Буденова, Переулок Веселый, Степана Разина, Кашевого, Кутузова. В летнее время были перебои с подачей воды, пока обеспечить нужное давление мы никак не могли. Вопрос подачи воды в самые верхние точки города можно было решить, только установив подкачивающие насосы. Когда-то они здесь были, да, как говорится, сплыли. У нас вообще воды не было, не то, что проблемы вообще. Мы машину, звень завода, возили нам совершенно не сообщение. Вообще. И даже не шумило, оно уже заржавило, наверное, в эти трубы. Ну, сейчас по словам, ну... Приобрели насосную установку для повышения давления воды. Она уже проходит, как бы, проверку, испытание. Запустили. Установка, как бы, для нас дорогостоящая. Стоит она почти в пределах 100 тысяч, 91 тысяча гривен. Вот. Имеет частотное регулирование. Это большой плюс, что позволит значительно сократить электроэнергию при обыкновенной работе электродивиграции. Имеет возможность, может, и увеличить число оборотов, и уменьшать число оборотов. Если идет уменьшение расхода воды, то частотное регулирование, оно позволяет уменьшить частоту вращения вала двигателя. Естественно, он потребляет меньше электроэнергию. Но люди при этом остаются с водой. Мы побывали в домах в районе мясокомбината, которые находятся в самой высокой точке города, и попросили хозяев открутить краны. Жители улицы Веселые до сих пор не могут поверить в то, что вода у них будет круглосуточно. Мы уже рады были, чтобы хоть раз в неделю, чтобы в субботу или в неделю. Мы за машину платили 180 гривен воды. Это ужас. Это ужас. Ну, что сделаешь? В процессе поэтапной замены в ряне старых водопроводных сетей предусмотрено все. Сегодня мы имеем новый водопровод по улице Веселый. На каждом перекрестке в устроенной имеются колодцы, которые позволяют перекрыть воду на каждую улицу. Поэтому, если, скажем так, произойдет какая-то авария на водопроводе примерно на переволок Веселый, то мы имеем возможность перекрыть только улицу Веселую. А остальные все люди будут с водой. Или же наоборот. На Степана Разина или на Кашевого, если какая-то авария на водопроводе произойдет, мы перекрываем только улицу, на которой имеется неисправность. Но для того, чтобы в городе не было аварии, нужно поэтапно менять старые участки водопровода и устанавливать новое оборудование. Только так можно повысить качество жизни реницов. Что касается жителей Могалы, то при удачном испытании новых насосов у них появится повод, простите за каламбур, обмыть воду.